так всем добрый день сегодня у нас значит какое 15 июня 22 год начинаем новую историю мы посадки ежевики в большой теплице на раннюю ягоду в общем кто может не помнит или кто только пришел на мой канал здесь у меня два года после постройки теплицы два года у меня росла клубника на буграх было у меня здесь восемь бугров вот с краю бугор шесть которые вот они остались и вон там еще с края крайне распахал клубнику убрал принципе почему убрал клубнику нормально и с клубникой получалось принципе заработок был на ней довольно хороший в первый год я уже видео снимал даже у меня по затратам теплица отбилась на второй год уже прибыль я получил с этой теплицы но на одном месте не стоим и решили попробовать ежевику значит ежевика будет здесь выращиваться три сорта это вот четыре ряда будет карака black раз два три четыре это один из самых ранних сортов на сегодняшний день и два сорта еще посадил тревеллер и black джем я бы конечно все посадил бы каракай но немножко мне караки не хватало там немножко осталось там на полряда ну захотелось мне еще и black джем уж больно они мне нравятся эти сорта это ремонтантный сорт black джем и тревеллер тоже ремонтантные как он считается как улучшенный или или родственник праймарк фридом от ревеллер в общем схема посадки ширина 10 метров на 10 метров у меня шесть рядов в качестве шпанер я использовал вот такие оцинкованные мощные железные столбики покупал я кстати у меня были клиенты которые покупали мне ягоду с хутора ленина с краснодара и я к ним как-то приехал привез я году они еще вы тут изготавливаете они рим да вот сетка рабица сетка вот вот такая сетка вот видите какая интересно то есть она дешевле рабицы будет но я так думаю что потому что расход проволоки здесь меньше и потом сетки вот видите вот они делают вот эти для армировки различные в общем познакомились с ними и купил я у них вот такую шпанеру гляньте как удобно я ее здесь сделал да то есть столбик я вверху его примотал к поперечинам и забил его там где-то на метр где-то меньше где-то больше в землю то есть стоят они у меня крепенько и на эти столбики я очень удобно размотал сетку и вот просто его так нанизал вот тут чуть закрепила такими загнул чтобы она не соскочила но на принципе никуда не денется и вот такая у меня будет шпанера мне кажется очень даже классно гляньте очень даже все классно здесь значит две у меня капельных ленты тут крайний ряд я посадил альбиона немного и вот принципе хожу нормально будет у меня проход там у меня сетка затенения если будет необходимость такая я накинул почему на буграх посадил ну для того чтобы получить раннюю ягоду на буграх земля конечно будет прогреваться немножко немножко быстрее а ежевики как по томатам допустим или как другим там культурам особо там тепло не нужно то есть прессовые температуры и она пошла расти цвести и давать нам я почему еще выбор пал на ежевику ну в общем клубнику завозят в россии из турции там из египта не знаю из каких-то еще стран а по ежевике такой проблемы нет то есть ежевика у нас на рынке только местного производства завозили ежевику пару лет назад в какой-то страны в которой сейчас уже завоза нет и поэтому цена на ежевику на местную достигает ну там 5000 2000 там вот на сегодняшний день там начало июня середина июня цена на ежевику на тепличную 1000 рублей опт в принципе вполне достойная цена значит здесь у меня на 6 рядов я посадил 400 450 кустов не считал ну вот в ряду там через 50 60 сантиметров у меня посадка почему-то густо скажете ну для того чтобы на следующую весну уже выйти на 100 процентную урожайность если даже не один каждый кустик даст по одному побегу замещения то мне принципе этого будет вполне достаточно через 60 сантиметров по одному побегу чтобы заполнить полностью всю плоскость шпанеры чтобы заполнить плодовой стеной да как она называется то есть полностью у меня вся стена будет состоять из побегов на которых будет который будут плодоносить ну и плюс там конечно у меня два ремонтантных сорта я думаю в этом году они тоже себя уже покажут до морозов ягода на них будет почему не посадил сразу скажете все ремы ну как бы нет у меня задачи там получить позднюю ягоду у меня задача есть получить именно раннюю дорогую ягоду но там будет и позднее немножко в общем блин шпалер мне конечно нравится классная вещь тут бы конечно пришлось бы колхозить можно было что-то скалхозить что-то там придумать планочки речки столбики ну взял готовое решение и блин мне кажется очень даже будет удачно и особенно знаете ежевика она будет ползти здесь она будет в этой сетке вот так запутываться и хорошо держаться на этой сетке то есть первый год мы ежевику будем конечно сразу запускать на шпанеру а второй год я вам покажу как будет формировка там на второй год немножко будет пока раки формировка отличаться от первого года ну я вам попозже это все покажу планируем там печку потом и здесь наверное печку поставить чтобы зимой подтопить пораньше дать старт ежевики ну пока что вот так контакты завода оставлю под видео кому интересно такое решение принципе не очень дорого и зато качественно и надолго ну все буду показывать по мере роста ежевики по по мере ее развития буду показывать как что растет я думаю будет интересно кто не подписан подписывайтесь на канал всем спасибо всем пока